МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пьяные выходные". В Нижнекамске произошли две серьезные аварии. Очередная благородная миссия. Судяк всегда одна. Поднять бойца. Найти родственников. Поисковики нефтихимика снова на вахте памяти. Впервые в городе. 52 тонны штукатурки, 4 тонны краски и 160 рабочих. Нужно для того, чтобы превратить обычное кирпичное здание в дом. О том, где воплощают в жизнь пилотный проект. Их боятся мужчины. ПДД – это самое главное. Езда-то ладно, ПДД надо знать. Нижнекамские женщины в очередной раз развеяли мифы. Пошумели не на шутку. Чем еще удивили нижнекамцев на автозвуке 2016. Горячий лед. В борьбе за кубок. В ход пошли кулаки. Время новостей на канале НТР. В студии Алсу Юматова. Здравствуйте. Зайти и отремонтировать капитально в этом году решили воплотить в жизнь пилотный проект «Двор». Первым в этом списке стал дом на спортивной 13. Не только он стал объектом масштабной переделки, но и парк, который расположен рядом. Этот дом много лет называли китайской стеной. Может быть, это было связано с его протяженностью, извилистостью или даже цветом, в который он был покрашен. Но теперь этому дому впору искать другое название. 52 тонны штукатурки, 4 тонны краски и 160 рабочих. Нужно для того, чтобы превратить обычное кирпичное здание в дом, аналогов которому в Нижнекамске еще нет. Этот дом реконструирован по пилотной программе «Двор». Здесь не просто делают капитальный ремонт самого здания, а еще благоустраивают дворовую территорию, ремонтируют дороги и пешеходные дорожки, а также расширяют парковочные места. Дом красивый, нарядный, веселый. И не только дом, но видите, вот вокруг тоже стало как в каком-то большом городе. Неожиданный, конечно, факт. Да, очень красиво. Не ожидали. Ну, мне тоже нравится. Красивый. Очень хорошо. Красиво. Красота. Очень красиво. Очень довольный. Все поменяли, окна поменяли. Кругом вообще отлично все. Повеселее смотрится. Получше. Помимо ремонта фасада здесь поменяют скамейки, сделают пандусы, отмостки и еще многое другое. А еще у детей этого двора появится своя игровая площадка. Но так как во дворе сделать этого не получается, ее построят со стороны сквера, недалеко от памятника ликвидатором Чернобыльской АЭС. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Нетрезвые водители стали виновниками двух серьезных аварий. Первое столкновение произошло накануне почти в 6 часов утра на дороге Ильинка Корабильная Роща. Водитель ВАЗа 2112 находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. В 12-й находились три пассажира. В результате всех с травмами отвезли в больницу. Еще одно столкновение произошло на проспекте Мира у дома 109. Водитель «семерки» превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся. Как выяснили сотрудники ГИБДД, молодой человек был сильно пьян. К тому же у него не было водительских прав. В результате ДТП водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. В Татарстане объявлен пожароопасный период. В некоторых районах класс опасности достиг предела. В Нижнекамске пока все не столь критично, только четвертый класс. Пожарные следят за обстановкой и держат ситуацию под контролем. Сейчас специальные группы патрулируют территории. Задача вот этих профилактических групп как раз не допущение возникновения пожаров. То есть они, если увидели кого-то, то есть в их обязанность подойти, провести беседу, проинструктировать их, может быть даже с вручением памяток по пожарной безопасности, что им можно делать. Грубые нарушения, то предоставлять информацию уже нам, и мы уже привлекаем к административной ответственности. Меньше месяца осталось до начала учебного года, и к первому сентября учебные заведения должны быть приведены в нормативное состояние. Сегодня специальная комиссия подвергла экзаменам СУЗы и ВУЗы. Все ли прошли проверку и какие замечания были в сюжете Яны Чупахиной. Нижнекамский нефтехимический колледж – один из самых крупных СУЗов Татарстана. За 45 лет здесь подготовили более 16 тысяч хороших специалистов. В процессе обучения студенты располагают десятком компьютерных классов и почти тремя десятками лабораторий. Еще одна появилась недавно. Это электротехнические всякие работы по правильности сборки цепей. К учебному году материально-техническую базу привели в порядок. В здании провели косметический ремонт. Кое-где заменили мебель. Мы отремонтировали ряд аудиторий. Если вы увидели военно-спортивный городок, там созданы две площадки. Вот эта цена правильной работы, она будет способствовать и как повышению престижа образовательного утверждения, так и повышению качества тех образовательных услуг, которые мы здесь реализуем. Комиссия осмотрела столовые, мастерские, медпункты, учебные классы. Особое внимание уделили противопожарной безопасности. В итоге вынесли вердикт. У кого-то есть высказаться по поводу замечаний? Замечаний нет, замечаний нет. То есть у членов комиссии ни у кого замечаний нет. В качестве рекомендации обновить расписание спортивных секций и пополнить преподавательский состав педагогам-организаторам. Как отмечают инспекторы, больших претензий к СУЗам и ВУЗам пока нет. Незначительные устраняются сразу в процессе проверки. Поэтому сомнений в том, примут ли колледжи и институты студентов вовремя, нет. Все организации мы принимаем. Есть незначительные замечания, но которые буквально исправляются сразу. Поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний час, все организации готовы к образовательному, к новому учебному году. Всего за сегодняшний день комиссия проверила 14 среднеспециальных учебных заведений и 2 института. Все они выдержали экзамен на готовность к 1 сентября. Ну а завтра комиссия приступит к проверке школ города. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Долгая процедура оформления гражданства, отсутствие ремонта в подъездах, высокие цены на платные услуги. Эти и другие вопросы задавали нижнекамцы членам команды. Мобильный общественный приемный от партии «Единая Россия». Как это было, расскажет наш корреспондент. 4 августа стартовал проект республиканского отделения партии «Единая Россия» под названием «Мобильные общественные приемные». Команда активистов побывала и в Нижнекамске. Накануне был организован прием граждан. Мобильные общественные приемные работали также в парке отдыха и чтения имени Габдулы Тукая и в Афанавском сельском поселении. Уже совсем скоро команда Татарстана направится в Нурладский район. Цель проекта – принять обращение граждан по самым разным вопросам. Вопросы у нижнекамцев действительно разные. Розу Тарасову беспокоит состояние ее дома по проспекту строителей 13А. По ее словам, он был сдан в 64-м году и с тех пор капитального ремонта не было. Ну, должники все сваливают на то, что должники у нас в подъезде. Ну, пусть это дом управления работает немножко. А мы ведь пожилые, нам хочется в последние годы живем, как следует, чтобы жизнь-то идет вперед. Хамид Гебадурим переживает за знакомого, который до сих пор не может получить гражданство. 70-летнему пенсионеру из-за описки вернули все документы из Казани. Вы представляете, чтобы справку провести, ему дали недельный срок, он за неделю должен в Узбекистан поехать, расходить 1020 рублей пенсионер за одну справку. Мы говорим, факсом давай решим вопрос по факсу. Нельзя. Мы организовываем приемную для того, чтобы услышать народ и довести до наших кандидатов в выборах депутатов, довести все желания, все пожелания, все проблемные вопросы до них. Для дальнейшего принятия решения этих вопросов. Команда уже побывала в Черемшанске, Новошишминске и Заинске. В Нижнекамске с проблемами обратились 32 человека. Мобильная общественная приемная будет работать до 16 сентября. Илья Загруддинова, Максим Липин, Новости НТР. Поисковый отряд «Нефтехимик» отправился на очередную вахту памяти. За 10 лет подняли 800 бойцов, пропавших без вести. На этот раз экспедиция снова развернется на полях Смоленской области. Алсур Ахматулина продолжит тему. Целый автобус вещей и снаряжения. Хотя члены поискового отряда «Нефтехимик» берут только самое необходимое. Впереди их ждет долгая дорога и длительные раскопки. Две недели они будут жить в палатках под открытым небом. Надеемся найти много солдат. Желательно с медальонами, чтобы вычислить их и найти родственников погибших. Хочу откопать побольше бойцов, медальоны найти. У нас только как всегда одна, поднять бойца, найти родственников. Ну и воспитать колени новое, молодое. Духовщинский район Смоленской области в качестве места для раскопок выбран не случайно. Во время Великой Отечественной войны там велись ожесточенные бои. И несколько тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести. За 10 лет отряду «Нефтехимик» удалось обнаружить останки более 800 погибших на поле боя. По 43-му году очень интересные донесения, когда было отступление немцев, какие потери были в том районе. Место достаточно интересное и думаем, что результат тоже будет хороший. Вместе с ребятами на раскопки отправилась и наша съемочная группа. Корреспондент Александр Комаров и оператор Рафаэль Ракипов. Так что о том, как проходила экспедиция, мы еще расскажем и покажем. Аусу Рахматульна, Максим Липин, Новости НТР. Что может быть общего у российского ВАЗа, немецкого Мерседеса и японской Мазды? Громкая музыка, ответят вам участники этого мероприятия. В Нижнекамске состоялись состязания по автозвуку. В этот вечер замеряли частоту звука, его громкость, а также басы. Мой коллега Вадим Струминский с мероприятия, в котором не было места в тишине. Еще до начала мероприятия организаторы предупредили нас. Самая тихая точка на Майдане здесь. И действительно, там внизу собрались любители пошуметь. Более 30 участников состязаний по автозвуку и приглашенные гости. С тишиной на этом покончено, а теперь давайте отправимся в мир громкой музыки и драйва. Поляна, где собрались участники, больше напоминала музей под открытым небом. Горожане не спеша разглядывали необычные автомобили. Наша телекамера отыскала вот этого немецкого красавца. Около полумиллиона рублей потратил хозяин авто, чтобы установить звуковую аппаратуру. Мерседес выступал в замерах громкости передних колонок. Перед этим нужно было настроить звук. А сделать это можно одним способом. Мы сейчас просто подбирали треки для того, чтобы показать хороший результат. А вот от них тоже зависит? От них, да, зависит. В зависимости от того, какая частота, на какой частоте трек играет. От этого и зависит звуковое давление. Для нижнекамцев устроили показательное выступление от казанских спортсменов. Заезды по стандрайдингу вызвали массу эмоций у гостей праздника. В дословном переводе это трюковая езда. Технически сложный вид спорта быстро набирает популярность в нашей стране. Это представляет собой элементы акробатические. Езда на заднем колесе, на переднем. Разумеется, все это на мотоцикле и на квадроцикле. Профессионально занимаюсь где-то лет пять, наверное, уже. А так, ну, первый раз увидел, это привезли диск там, друзья из Америки. Вот мы стали смотреть, как ребята ездят на заднем, и все, и стали прогрессировать. Что касается состязаний по автозвуку, то прошли они в нескольких категориях. Первыми на арену вышли новички. Здесь замеряли звуковое давление. Отличный результат показал нижнекамец Айгис Сафин, который выдал на своей двенашке значение 147 дБ. Три месяца в гараже упорного труда. Тут подгоняли, там подгоняли. Много работы было. И вот сам не ожидал, 144 дал в гараже. Тут 147 и 42. А как думаете, вот за счет чего? Я даже не знаю, чудо помогло просто. Я не знаю, может, сидушки по-другому сложил, может, что-то еще. В категории качества звука равных не было нижнекамцу Дамиру Халметову. А самые громкие передние колонки оказались у Рамиля Габдулзианова из Нижнекамска. В общем, горожанам было и что показать, и на что посмотреть. А увиденным довольны остались все. Мероприятия будут интересные. Смотреть на японские машины. У меня настроение просто на высшем уровне. Я и раньше был в таких фотошоу, всяких, в Казани, допустим. Очень весело было, понравилось. Машину видела многие. Пришла потому, что муж как бы пришел. Он любит на меня такие звуки, там, всякие машины. Вот. Самой как бы интересно стало, что тут происходит. Сама первый раз пришла. Так, посмотрите. Ну, пока все нравится. Вадим Струминский, Ильгизар Нуреев. Новости НТР. Еще одни счастливцы во дворе на улице Менделеева. 41 прошел праздник двора в честь завершения капитального ремонта дороги. Поздравить жуцов приехал депутат Госдумы Айрат Хайрулин. Подробности далее. Именно в этом дворе ведь начинается наша родина. То есть у каждого из нас есть в памяти тот двор, где мы родились. И вот детишки, которые сегодня ходят, это же на самом деле дети тех, кто родился в этом доме уже. Вы можете представить? То есть это дети тех, кто родился в этом доме. Это внуки дома. От всей души поздравляю вас праздником. Слова Айрата Хайрулина нашли отголосок в сердце почти у каждого жильца дома на Менделеево 41. Вот, например, Дмитрий Васильевич – один из первых, кто вселился в этот дом в 84-м году. В этом дворе прошли его счастливые годы. И почти все воспоминания тоже связаны с ним. Единственное, что расстраивало в последнее время – дорога. Давно надо было такую дорогу сделать. Ну, не суразовая была дорога. Одни ямы. Локко. Сейчас вот мемно сделаем, красиво. Все нормально. Но на дороге сюрпризы не закончились. Также облагородили всю придомовую территорию и поставили новую современную детскую площадку. Теперь двор на Менделеево 41 можно по праву назвать лучшим. В честь его нового рождения устроили настоящий праздник. Полюбоваться красотой двора вышли почти все жильцы и не только. Люди со всей округи тоже пришли порадоваться за своих соседей и вместе со всеми поучаствовать в празднике. Очень весело для детей сделали. Молодцы, хорошо. Для детей праздники, для нас, взрослых. Спасибо очень. Красиво. Все отлично. Нас устраивает. Все прекрасно. Двор вообще безумный. Мы приехали недавно в этот двор другому микрорайону. Все устраивает. Слава Богу. Все отлично. Всем жителям очень польстило, что к ним на праздник приехали не только представители администрации города, но и столичные гости. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Арат Хайрулин поздравил всех с этим знаменательным днем и предложил заманчивую идею. Я считаю, это очень хорошая идея, потому что на этот праздник не только асфальт проложили, здесь еще и детскую площадку построили. И будет очень интересно, чтобы этот праздник стал ежегодным, чтобы 4 августа каждого года здесь все-таки могли жители собраться и посмотреть, смогли ли они сохранить те подарки, которые им подарили. А что еще нужно сделать для города? Чтобы вот это движение, приукрасть свой родной двор, оно стало таким массовым, потому что все начинается с нас самих. Только мы сами можем сохранить свой двор, только мы сами можем его сделать красивым. Всем, кто принимал участие в благоустройстве двора, вручили почетные грамоты и цветы. Алсу Арсланову, Евгений Лызаев, Новости НТР. Очередной победитель определен по итогам недели. Больше всего зерна намолотил комбайнер хозяйства «Прикамский» Александр Копанев. Его нынешний рекорд – 754,5 тонн зерна. Чуть меньше намолотил его брат, чемпион прошлой недели Владимир Копанев. 427 тонн зерна намолотил комбайнер агрофирмы «Кормалы». В конце этой недели снова определяют лучшего работника полей. Церемония награждения, как правило, проходит прямо на полях Нижнекамского района. Важная информация для дачников. Завтра на электрических сетях в районе Нижнекамской набережной будут проводиться работы. В связи с этим будет временно прекращена подача электричества в поселке Красный Ключ, Дмитриевке, Пробуждении и Ильинке. Они украшали машины, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения и выполняли фигурное вождение. Тем самым разрушали самый главный стереотип о том, что женщина за рулем к беде. Состоялся традиционный конкурс «Автоледи-2016». Наш корреспондент озвучит имя победительницы. Девушка в любой ситуации остается девушкой. Потому перед началом конкурса участницы не только повторяли тексты речевок, но и прихорашивались. Первый этап – представление своего автомобиля. В основном оформление посвятили юбилеям города и ГИБДД. С заданием справились, пусть и не всем пришлось легко. Ездила в Сочи, в Краснодарский край. Машины ДПС ездят там абсолютно так же. Также там есть пятнашки, приоры. У нас белый фон, у них синий. Мне это очень понравилось. Красили гуашью, всю ночь красили, пролил дождь. Красили потом весь день. Но, слава богу, сегодня дождя не было. Затем участницы перешли ко второму этапу. Здесь в тенечке необходимо было продемонстрировать свои знания ПДД. Формат классический. В режиме экзамен нужно ответить на 20 вопросов, после чего программа покажет количество правильных и неправильных ответов. Традиционно именно этот этап становится самым сложным. Некоторые даже отшучивались по этому поводу. Еще ПДД впереди, самое главное. Вот ПДД это самое главное. Езда-то ладно, ПДД надо знать. А самой зрелищной стала, конечно же, фигурная езда. Полосу препятствий девушки проходили по-разному. Одни делали это быстро, иногда задевая фишки. Другие водили аккуратно, но тратили больше времени. В лидеры выбивались те, кому удалось найти золотую середину. Здесь будет учитываться так, как и время будет учитываться, и выполнение... И вы знаете, а здесь все-таки вы считаете, что... Этапы вот эти вот важные, то есть сменки, гараж и параллельная парковка, соответственно. После выполнения всех заданий компетентная жюри выбрала первую тройку, которую отметили призами. Титул «Автоледи» 2016 заполучила нижнекамка Ольга Воронцова на 14-й модели. Вадим Струминский, Ильгизар Нуреев, Новости НТР. Все-таки главное не победа, а участие. И порой в борьбе за кубки и медали в ход идут кулаки. Кирилл Давкаев расскажет, чем болельщикам запомнился матч за кубок губернатора Нижегородской области. Ну самое главное, что все живы и здоровы остались. А вот чем запомнился именно? Расскажу через пару минут в блоке своем. Ну что ж, будем ждать. Я напоминаю, что связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите ntrdefis24.ru. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на канале НТР. Сегодня в новостях спорта. Хоккейный нефтехимик вернулся из Нижнего Новгорода. Первое домашнее поражение. Подробности матча нефтехимик Сибирь. Об этом не только сразу после рекламы. Внимание! Внимание! Говорит Казань. Последние автомобили Ниссан с выгодой до 150 тысяч рублей. ПТС в наличии. Подробности в автоцентре Марка Ночуйкова 54Б. Звоните. Четыре пятерки. Три единицы. Магазин низких цен. Стройландия. Бетоносмеситель Home Profi 130 литров 8 950 рублей. 180 литров 12 750 рублей. Стройландия. Магазин низких цен. Техноколор предлагает беспроцентную рассрочку. Пластиковые окна всего за 85 рублей в день. Подробности по телефону 45 68 88. Гастроли татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина в Нижнекамске. 21 августа комедия Береншиме Хэбет. 22 августа комедия Алтенкыс. Дом народного творчества. Купившие билеты участвуют в розыгрыше смартфона и планшета и других ценных призов. Театр Гарефимитегэльс. Жизнь часто ставит нас в тупик, проверяя на прочность. Теплоизоляционные материалы Пеноплекс доказывают надежность каждый день. Пеноплекс. Рочная основа теплого дома. Пеноплекс в Нижнекамске. Первопроходцев 14А. База стройматериалов БСМ ВИСТ. 8 987 219 1556. Меховая выставка «Зимняя сказка. Город Киров». Огромный выбор шуб из норки, енота, рекса, сурка, нутрии. Скидки на мутон до 60%. Пальто, меховые жилетки. Камские поляны. 12 августа с 10 до 19 часов. КЦ «Чулман-Су». Жарко? Душно? Специально к летнему сезону в магазине «Тысяча мелочей» вентилятор напольный по выгодной цене. Всего за 590 рублей. Приглашаем вас за полезными покупками. Магазин «Тысяча мелочей». Проспект Мира, 105А. Сломался компьютер. Что же делать? Звони в «Фикс-Смарт». Это ремонт компьютеров профессионалами с выездом на дом, без обмана и по выгодным ценам. Телефон в Нижнекамске 488-321. «Фикс-Смарт». С нами опыт. Хотите, чтобы продукты оставались свежими дольше? Вакуумная система «Вакс» увеличивает срок хранения продуктов в 2-3 раза. Просто закройте крышку и откачайте воздух. Идеально для хранения и консервирования. Магазин «Тысяча мелочей». 20 августа, в 18.00 в парке нефтехимиков Нижнекамск поздравят с юбилеем «Тимоти». Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Андрей Сапунов. Филюс Кагиров. Владимир Кузьмин. Радик Юлиакшин. Группа «Бандерас». Приходите, отпразднуем вместе. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. Поражением для нефтехимика обернулся матч 6-го тура Фонбатперенства России по футболу. На домашнем стадионе подопечные Рустема Хузина принимали Новосибирскую Сибирь. Как это было? Смотрите далее. К этому матчу сибирякам, мягко говоря, не везло. Вкус победы они не ощущали 11 матчей к рядом. В копилке дружины Евгения Перевертайла было 3 очка, заработанные в 3-х ничейных матчах и 19-я строчка турнирной таблицы. И это было заметно по игре. Нефтехимик сразу завладел инициативой, что называется, по-хозяйски. Сибирь, голодная до побед, жаждала забивать, но тем не менее играла от обороны. Активность химиков желаемого результата не принесла. Если в центре перехватить мяч удавалось, то удержать его на половине гостей получалось далеко не всегда. Несмотря на то, что Сибирь играл вторым номером, атака на 11-й минуте завершилась забитым. Мячом счет в матче открыл 19-й номер сибиряков. Пропущенный мяч пошел на пользу и химики стали играть собране, и количество выпадов в сторону ворот соперников заметно прибавилось. На 30-й минуте Вячеслав Чадов мог сравнять, но не вышло. Концовка игрового отрезка знаменовалась рядом атак в створ ворот Сибири, но снова наших подвела точность. Нефтехимик продолжил прессинг во втором тайме. На 54-й минуте контратака нижнекамцев вылилась в долгожданный гол в ворота Сибири, но судья зафиксировал офсайт. В дополнительные три минуты Богдан Байчук на добивании вклотил мяч сибирякам, но и тут судья зафиксировал вне игры. Итог 1-0 в пользу Сибири. Мы планируем каждую игру применять разные игровые стили, доминирующие, выжидающие, но сегодня ход игры нас заставил больше играть на своей половине. Такие игры бывают, просто надо пережить, перетерпеть. В целом, игрой команда доволен. Наверное, все-таки наша победа сегодня была более правильной. Но это футбол. Будем работать. Теперь нефтехимик отправляется в северную столицу, где ему предстоит проверить на прочность местный «Зенит-2». Итак, турнирное положение по итогам шестого тура выглядит следующим образом. Домашнее поражение откинуло нефтехимик седьмой на восьмую строчку турнирной таблицы. Сейчас у дружины Рустема Хузина восемь очков по результатам шести сыгранных матчей. Замыкают десятку Мордовии Ярославский Шинник, завершив свои матчи уверенными победами над «Химками» и командой «Спартак-2». Лидирующую позицию первенства по-прежнему занимает московская «Динамо». Новгородская «Тосна» и Воронежский «Факел» смогли улучшить свое положение, теперь располагаются на второй-третьих строчках соответственно. «Зенит-2» тройку лидеров покинул, вничью сыграв с Калининградской «Балтикой». Хоккейный «Нефтехимик» завершил участие в первом предсезонном турнире. В Нижнем Новгороде подопечные Евгения Попихина бились за право обладать Кубком губернатора Нижегородской области. Нижнекамцам предстояло выйти на лед против игроков Казанского «Акбарса», «Локомотива», «Северстали», «Динамо», «Рига» и «Торпеда». «Нефтехимик» смог одержать победу в трех из пяти матчей. Преодолев сопротивление «Локомотива», «Северстали» и «Торпеда». В последнем матче играть нашим предстояло с нижегородцами. Семь шайб на двоих забили команда, а победителем со счетом 4-3 стал «Нефтехимик». Всего же по итогам всех матчей нижнекамцы смогли заработать 9 результативных баллов и завершили свое участие на четвертой строчке таблицы. Встреча запомнилась не только обилием забитых шайб, но и эмоциональным накалом. Причем нервы не выдержали у наставников команд. Во втором периоде произошла драка между главными тренерами, Петрисом Скудрой и Евгением Попихиным. Дерующихся быстро разняли, хотя не успели обменяться парой ударов. Как стало известно, позже причиной конфликта стало удаление Данила Ильина, после которого наставник «Нефтехимика» подбежал к Скудре с претензиями. После драки наставники были удалены до конца игры. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР» прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта интердефис24.ру. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 9 августа. Ночью 22 градуса. Утром 24 градуса, облачно, возможен дождь. Днем 27 градусов, облачно. Вечером 22 градуса, малооблачно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 62%. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok